А вот герои нашего следующего сюжета воздухом довольны. Их не устраивает земля. Она есть, но построить на участке дом, разбить сад и даже организовать пикник невозможно. И такие земли под строительство жилья рядом со слободой Вахрина выдали многодетным семьям города. Почему участки недоступны? Расскажем прямо сейчас. Все. Дальше километры пешком. Так многодетная мама Светлана Ожегова добирается до своего участка под Вахрина. Дело в том, что вот сейчас моя машина, например, стоит на чужом участке. Как таковой дороги здесь нет. Мы пешком ходим по чужим участкам, и участок находится вот там. Вот такой вот остров ни на чем сюда не добраться, говорят мамы. Землю на этом поле под строительство домов получили 130 многодетных семей. Но подъехать к месту могут лишь единицы. И, естественно, те, по чьим участкам сейчас ездят и ходят, этим недовольны, планируют ставить заборы. Тогда путь будет полностью перекрыт. А дорога в другом месте пока только в планах. При этом некоторые многодетные семьи все-таки решили получить в администрации разрешение на строительство. Так вот, в документах указано, что вот здесь, там, где кусты, проходит дорога. Это улица Вахринская. Просто чиновники не ездят и не смотрят на местность. Они просто на карте, там, откуда-то из космоса, ткнули пальцем это вот поле под участки для многодетных. Что там есть, болото там, растительность, где будут дороги, есть ли эти дороги. Они не знают, они здесь не бывали. То есть это так, это формальность для галочки. Выдать и забыть. По всем проблемам в администрации рекомендовали обращаться к председателю Ассоциации защиты прав многодетных семей в области Алене Чесноковой. Так вышло, что Светлана и Алена родные сестры. Но хоть с родством, хоть без него, как помочь многодетным Алена Чеснокова порой не знает. Менять участки нельзя. Инфраструктуры нет почти нигде. И нет такого закона, по которому ее обязаны предоставить. Я уже много раз говорила, давайте деньгами какую-то определенную сумму сделают. И люди купят там, где им надо. И уже и с коммуникациями со всем. Чем вот так вот. Потому что люди строиться не могут. У нас нет нельготных кредитов. У нас вообще никакой помощи извне нет. То есть у людей это лежит мертвым грузом. Нельзя сделать дорогу к участкам и по программе поддержки местных инициатив. Здесь никто не живет. Поэтому владельцы земли прозят администрацию помочь хотя бы техникой. Справиться с ивником и неровностями на будущей дороге. Пока ответы чиновников они не получили. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.